Все курицу, а курицу, все стрелять за тем, что сейчас, он по гардобирному венекасу в то время лагает. И он, черняк, и его жена всю свою жизнь усердно трудились, чтобы создать ухоженное и благоустроенное хозяйство. В их саду обязательно произрастала виноградная лоза, которую они очень ценили. Весной они заботливо ухаживали за ней, а осенью собирали ароматные и сочные гроздья винограда, чтобы приготовить вино согласно традициям Севера Молдовы. Сбор урожая винограда начинается сразу после праздника Воздвижения Креста Господня, который отмечается 27 сентября. Дед Ион утверждает, что именно в это время виноград становится сладким и подходит исключительно для производства вина. Этот период также напоминает ему о его четырех внуках, которые уже выросли и живут за границей. И он собирает виноград, затем пропускает его через дробилку и перекладывает в большую емкость, где оставляет на несколько дней. И он утверждает, что домашнее вино – это неотъемлемая часть красивых молдавских традиций. По его словам, гостеприимство молдавского народа определяется по тому, каким бокалом вина он встречает своих гостей. В республике Молдова хорошо развита винодельческая промышленность. Площадь виноградников составляет 148 500 гектаров, из которых 107 800 гектаров используются для товарного производства. В стране выращивается еще шесть местных сортов винограда. Фитяска белая, Фитяска регалы, Сирексия черная, Фитяска черная, Плавай и Виорика. Фитяска. 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 Продолжение следует...